Здравствуйте! Рад приветствовать вас на своем канале. Эксперты предупредили россиян о росте цен на подержанные автомобили и как падение курса рубля и санкции повлияют на российский рынок подержанных машин. И что уже сейчас происходит со спросом и предложением на вторички? Серьезное колебание курса рубля на фоне спецоперации на Украине и санкции в отношении России серьезно коснулись отечественного авторынка. В результате цены на машины пошли резко вверх, целый ряд компаний приостановили поставки новых транспортных средств. А некоторые автобренды и вовсе покинули нашу страну. В сложившейся ситуации многие автомобилисты обратили внимание на вторичку. Желая сэкономить на покупке, либо наоборот воспользоваться нынешними условиями для выгодной продажи своей машины. Запаса машин у дилеров надолго не хватит. Поставки новых машин приостановлены почти по всем брендам. Когда возобновиться никто не знает. На заводах порвались цепочки поставок комплектующих. А импорт остановлен по политическим, экономическим и логистическим причинам. Скорее всего стоимость авто будет формироваться из возможности поддержания этих автомобилей на ходу. Так как наблюдается быстро растущая проблема с поставкой и продажей запчастей. Автомобили уже скоро могут застрять в сервисе из-за того, что нет деталей. По сути производиться будет только гарантийный ремонт у дилеров на основе имеющихся запасов. Складские запасы у дилеров на данный момент практически полностью исчерпаны. Отчасти это произошло из-за ажиотажного спроса после сообщений о падении курса рубля и санкциях. Как утверждают дилеры и эксперты, именно тогда многие россияне бросились искать куда можно вложить деньги. В сложившейся ситуации авторынок будет дальше перераспределяться в сторону Китая и Кореи. Пока официально о прекращении производства или поставок машин не сообщила ни одна компания из этих стран. Временные проблемы возникли лишь у китайской джили. В автосалонах большинства китайских и корейских компаний машины пока имеются в наличии. Правда, как выяснилось, цены у дилеров этих марок имеют мало общего с прайс-листами, которые опубликованы на официальном сайте. Авто ВАЗ уже на протяжении долгого времени испытывает проблемы с комплектующим, из-за чего был вынужден неоднократно останавливать производство. Но автомобили Lada в дилерских центрах имеются в наличии. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на мой канал в Дзен, на Яндекс Эфире или на Ютуб. Ставьте лайки. Читайте и смотрите наши материалы. Впереди еще много интересного. Мне очень важно ваше мнение. Субтитры сделал DimaTorzok